Они бежали от войны, но в итоге все равно оказались на грани выживания. В Одесской области критическая ситуация. С кем и почему им не помогают, узнавал Андрей Анастасов. Поселок Сергеевка Одесской области. Инвалидов с Донбасса и сопровождающих их родственников. Местные санатории начали принимать еще с июня. На сегодня здесь 800 человек. Основная часть расходов на питание. Местные начальники уже влезли в многомиллионные долги. Рассчитываться нечем, а продуктов осталось буквально на пару недель. Питать за свой счет, то есть оплачивать коммунальные, нет никакой уже возможности. Поэтому просим, чтобы на нас влатило в первую очередь государство внимание, потому что эти люди, это часть этого государства. Часть-то они часть, но без официального статуса переселенцы. Тут же оправдываются чиновники, а значит и финансирование на них не предусмотрено. Но при этом не уточняют, почему так. В помощи с областного бюджета никого не было и никого не будет, потому что это не предусмотрено законодательство. По Донецку и Луганску еще не было ни одной проплаты с государственного бюджета. Как быть, никто не знает. Возвращаться инвалидам попросту некуда. У кого-то дома еще идут боевые действия, где-то разрушена инфраструктура, а ведь тут колясочники, дети с ДЦП, психоневрологии и другими заболеваниями. Там нет пока ни света. Ну, соответственно, воды тоже нет. И лекарств. Ребенок на препаратах находится. Пока там взять этого не один. Пока можно, найдутся волонтеры, которые смогут все-таки помочь чем-то. Сейчас санатория усиленно готовится к зиме. Переселенцы утепляют комнаты одеялами, завешивают ими окна и ждут помощи. Я думаю, что нужна комплексная программа по работе с беженцами. То, что происходит, что их нужды не финансируются, а считают, что это недопустимо и практически преступно. А в самой Одессе сегодня прошла необычная акция. Ее провел правый сектор, точнее, женское крыло этой организации. Девушки пришли к мэрии на Думскую площадь, причем в обуви на высоких каблуках. Таким образом, хотели привлечь внимание чиновников к плохому состоянию тротуаров и неосвещенности улиц. Состояние тротуара отвратительное. На каблуках, особенно по вечерам, ходить невозможно и опасно. Не хотите делать тротуары, подарите всем жителям города машины и заправляйте их сами. В Одесской мэрии на эту акцию пока никак не отреагировали. Вряд ли чиновники сразу бросятся ремонтировать тротуары. Боятся прослыть под каблучниками, особенно когда недалеко переселенцы пытаются выжить, брошенные правительством и областными властями. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область.